Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. У меня все еще продолжаются поиски тепленьких брюк для моего младшего сыночка. И я с утра решила сбегать в детский мир. На самом деле, крайне редко захожу в этот магазин. Не знаю, почему вот как-то у меня так складывается, что это последний магазин, где я ищу какие-то вещи. Не знаю, хотя цена достаточно приемлемая, на мой взгляд. И в этом здании, кстати, на первом этаже раньше был магазин «Карусель». Я знаю, что он закрылся и думала, что там открыли какой-то другой продуктовый магазин. Но, к сожалению, оказалось, что там вообще ничего нет. Ну, как вообще ничего нет. Там открыли вот такой вот огромнейший магазин. Честно вам, девочки, скажу, у меня вообще из головы вылетело, как он называется, но не ценопад. А как-то вот совсем по-другому. Но этот магазин мне очень сильно напомнил рынок. Причем что-то из серии Синова рынка. Ну, вот кто из Санкт-Петербурга, я думаю, тот знает такой рынок. Причем именно вещевой рынок, да. И причем этот рынок, вещи там такие, ну, многие вещи были времен, когда мне было, наверное, лет 15 и там 16-17. Не было особых таких магазинов каких-то, да. То есть это конец 90-х. И вот там были похожие вещи. Не знаю, это довернулось модой или что-то вот такое. Но вот прям вещи, вот прям как вот с рынка Синова, честно. Скажу сразу, все это производство Китай. Есть вещи очень хорошего качества. Вот, например, мне понравилась вот эта жилетка. Я считаю, что она достаточно достойная. У нее приемлемая цена. То есть, ну, хорошая, я бы даже сказала, цена. Такие жилетки. Ну, вообще, я хочу себе приобрести жилетку. Я смотрела там по 3 тысячи. Здесь, видите, всего почти полторы. Единственное, что вот этот мех на капюшоне, на камеру, он выглядит более-менее. На самом деле, он просто какой-то жуткий. Я бы его отстегнула от парола. И, в принципе, жилетка была бы неплохая. Вот, есть такие, ну, достаточно хорошие вещи. Все, все на бирках написано Китай. Вот, ну, хотя сейчас много где, там, все производство Китая. И так, что здесь этим не удивишь. Вот такие вот интересные штучки. Они мне, кстати, очень нравятся. Вот такие курточки с мехом. Ну, джинсовые курточки с отделкой меха. Особенно мне понравилась, кстати, вот эта желтая. Но это, знаете, такая вещь, которая, ну, вот, не вписывается немножко в мой гардероб. Но она мне безумно понравилась. Мех вот этот очень мягенький такой, очень приятный. Ну, и расцветка, конечно, да, такая жизнерадостная. Всего 2,249. Ведь я считаю, что очень даже недорого. Вот, ну, конечно, видите, все это Китай. Конечно, весь этот мех синтетический. Возможно, будет жарко в нем и так далее. Но я, конечно, даже мерить не стала. Хотя, вы знаете, вот этот желтый мех, он как-то вот прям, прям приглянулся мне. Ну, опять же, там, прошлась по рядам, посмотрела. И есть, конечно, вообще ужасные вещи, но есть очень даже неплохие. Вот, кстати, куртка мужская вот с такой, как бы, под кожей, вот с такой отделкой. Это реально вот рынок. Когда мне было лет 15, вот прям были завешены все рынки вот такими куртками мужскими. Вот я вот это просто четко помню. И поэтому, наверное, может быть, мне и навеяло этот магазин, навеял стенной рынок. И как-то вот это вот все расставлено, так вот разложено, развешено. Вот реально как, ну, крытый рынок просто. Вот для меня вот как-то по-другому нет. Вот эти вот пиджаки, они такие жутко прямо синтетические. Хотя на камеру как-то выглядят очень даже неплохо. Но, в общем, побродила, погуляла. Народу не очень много. В принципе, вот и в детском мире мало народу было. Но я была с утра, возможно, из-за этого. Вот, кстати, неплохие куртки. Единственное, вот этот мех, конечно, очень такой. Прямо вот за километр видно, что это не то, что там какая-то чебурашка. Это непонятно кто. То есть, если, возможно, стегнуть мех, то почему бы и нет, курточки неплохие. Вот эти стелечки, да, вот это все вот мне рынок довело. И вот эти вот кепки тоже были, когда мне лет 15-16, вот рынок был завешен вот такими кепками со стразами. И вот такими вот сумочками. Я не знаю почему, но вот это вот просто, просто моя молодость. Что-то называется. Вот. Ну, можно, мне кажется, покопаться, найти что-то интересное здесь. Но это прямо надо, так как магазин очень большой, мне кажется, прямо надо пол дня потратить, чтобы здесь поковыряться, посмотреть что-нибудь интересное. Вот эти сумочки, конечно, такая кожа, мне кажется, мороз потрескается. У меня как-то была такая сумка, которая в мороз просто за один раз, один раз выгулила, она вся потрескалась. Вот. Ну, всякие тут изделия. Шапочки, кстати, вот неплохие по качеству. То есть, ну, возможно, там тоже, конечно, все это полиэстер, но качество их очень даже, ну, такое хорошее, очень мягенькие, очень такие приятные. И цена, вот, например, шапочки всего 349 рублей. Мне кажется, вообще даже неплохо. Она очень мягкая, такая не колючая, хотя вот этот люрекс там есть, она обычно, кстати, колется. Здесь нет. Вот эта шапочка розовая, желтая, она вообще по ощущениям как будто хлопок. Я уж состав не стала смотреть. Вот эти тоже хлопковые шапочки, тоже недорогие. Ну, вот. Ну, вот такая, конечно, тик-ток, да. Вот, и вот эту сумку, кстати, вот я ее специально вам показываю, полторы тысячи она стоит, и я вот очень похожую видела на Алиэкспресс. Не помню, сколько она стоила, и вот такую тоже. Очень, вот прям, мне кажется, даже один в один видела на Алиэкспресс. Так, девочки, приехала я домой. В итоге заскочила я за продуктами в ленту. У меня здесь небольшая покупка. Я вам, ну, отдельное видео снимать не буду, покажу быстренько в этом видео. Во-первых, я когда зашла, так захотелось. Они там стоят такие всякие разные девочки. И беленькие, и зелененькие, и красненькие. Мне что-то так захотелось вообще. Вы себе не представляете просто. Ой, ужас какой-то, в общем, взяла. Вот, я бы, конечно, сейчас бы вам сказала, что это я там, у меня у старшего скоро день рождения, что это я на день рождения. Ну, нет, девочки, это мне просто очень захотелось. Вот, ну, я же не просто так. Я же вот, вот, купила 4 инжиринки. 4 инжиринки, это вот к этой штуке. Вот эта штука сладкая, инжир тоже сладкий. Но я люблю такое, вот такое очень люблю. Поэтому, поэтому, девочки, взяла. Ну, и давайте сразу по напиткам. Я уже тут попила, пока ездила. Тархун, вот такой очень люблю я. Лимонад Тархун, вообще, это мой самый, наверное, любимый лимонад. Вот, купила, попила в машине. Купила еще соки, яблоко, ананас. И давайте здесь немножко по фабрикатам. Купила филе тилапии, филе без кожи. Хочу запеканку сделать с картошкой и с рыбкой. Вот с этой вот, будет очень вкусно. Также купила наггетсы. Я их брошу в морозилку. Пусть будут у меня на всякий случай. Мало ли, где-нибудь застряну, пожарю их. И тесто купила, тоже что-нибудь приготовить бездрожжевое, слоеное, две упаковочки морозка, вот такое взяла. И взяла еще вот такие сосиски дымов. Тоже, ну, тоже на всякий случай. Здесь у меня дальше молоко, веселый молочник. Потом сгущенное молоко взяла. Сливки десятипроцентные. И манельки вот такие, детки у меня любят. Вот масло сливочное тоже у нас закончилось. И взяла еще, чтобы у меня уже были макарошки. Вот эти барилла тоже я их очень люблю. Вот такие спагетти. Потом вот такие взяла. И вот эти вот каннеллони, да, они правильно называются. Я хочу тоже как-нибудь нафарширую. Фаршиком сделала. Там как раз сливки нужны будут. Вот, так что тоже такую запеканку с ними сделаю. И здесь еще взяла из круп чечевицу вот такую красную. Я суп из нее сварю. Будет очень вкусно. И хлеб с отрубями. Хлеб вот такой геркулес. Я люблю вот такой хлеб со всякими овощами. Очень вкусно. Он у меня, правда, помялся в пакете. Но ничего. И еще половинку ржаного хлеба. У нас целое что-то портится в последнее время. Вот половинка как раз пойдет. Вот, и взяла вот такой арахис. Это у меня любит муж. Ему взяла. И еще, конечно же, я взяла конфетки. Ой, ужас какой-то. Купила какие-то вот такие. Версаль. Вот. Ну, не знаю. Должны быть, наверное, вкусные. 50 рублей стоили. Вот такое. Вот. И на них была какая-то скидка. И, конечно же, свои любимые батончики. Взяла вот эти Ротфронт. Ой, как я их люблю. Ну, их все, наверное, любят. Не знаю. Очень люблю их. И вот такие вот эти для перекуса. Вот этот с белым шоколадом. Очень-очень вкусные. Я вот тоже себе брошу машину, чтобы у меня были. Потому что бывает шляешь где-нибудь. И потом голодная. Вот. Ну, всех по две взяла с белым шоколадом. Мужчины мои любят вот такие с бананом. И с кокосом они меня любят. Вот. И еще взяла вот такие с черным шоколадом. Тоже очень вкусные. Также взяла палочки хрустящие деткам. И еще деткам вот такие конфетки побаловать немножко. Также у меня здесь яблочки взяла. Вот эти Роял Галла очень любим. Помидоры, огурцы у меня еще есть. Поэтому помидоры только взяла по 69 рублей. И груши тоже мои мужчины. Они меня любят. Вот эти конференции взяла. И немножко бытовой химии у меня здесь взяла зубные щетки. Это моим мальчикам щетки. А вот это я взяла себе. И, соответственно, пасту зубную. И еще взяла есть... Я вам все время советовала таблетки для посудомойки. Их не было в... Ну, вот эти именно лентовские. Они очень классные. И я взяла в этот раз порошок. Потому что не было таблеток. Ну, засыплю порошок. Вот. Тоже нормально пойдет. Наверное. Кстати, порошок ни разу не покупала. Вот я его и попробую. И еще здесь взяла 5 килограмм картошки. Так как собралась... Ну, на суп у меня и на запеканку. Тоже вам покажу. Буду ее готовить на выходных. Так что вот такая вот у меня небольшая покупка. Все бегом-бегом, девочки. Ну, всякой ерунды купила. И вот это вкусно. Ну, давайте, девочки, я покажу вам то, что взяла своему младшему сыночку в детском мире. Кстати, в детском мире для старшего моего, я так понимаю, уже ничего нет. Потому что у него... Хотела мы тоже посмотреть ботинки. И там максимальный размер ботинок 38-й. Ну, конечно, нужно мерить. У него уже 38-39. То есть, ну, все, конечно, нужно мерить, да. Но в любом случае обувь в детском мире у нас уже все. Котея. Конечно же, моя Котея пришла. Просите снимать мою Котею. Вот она. Он пришел проверить, что купила, да. Что купила. Ничего вкусного не купила, да. Вот я какая. В общем, купила вот такие джинсы, как я хотела, утепленные. Внутри небольшой идет вот такой флис. Это у меня Котеечка моя. Вот такой небольшой флис. Они не сильно тонкие, не сильно толстые. В общем, то, что мне нужно. Внизу резиночка. Это тоже то, что мне нужно. И вот здесь резиночка, боже. Потому что вот эти застежки, они же одеваются уже сами. Он у меня входит в старшую группу. Их, ну, только поправляют им там что-то и все, да. Кармашки есть. Стоили они 1499 рублей. Если не подойдут, я взяла размер 122. Ну, просто я посмотрела, что 128 какие-то совсем длинные. Хотя у меня обычно 128 носит. В общем, померят. Если не подойдут, если будут короткие, то я съезжу, потом поменяю на размер побольше. И также взяла сыночку вот такие ботинки. Это как кроссовки, вот. Значит, которые еще, да, вот тут вот. Вот тут вот видите. Ну, давай, давай. Не хочет работать. О, видите? О, какая красота. Ну, это же вообще красота, да? Вот. Во-первых, они вот здесь вот, ну, как. Это даже не кожа, это как прорезиненные такие, то есть на дождливую погоду будет отличный вариант. И внутри написано, что это шерсть. Где-то было написано, что это шерсть. В общем, 30 размер взяла. Надеюсь, что подойдут. С 2199 стоили. С теплым носочком, я думаю, будет отлично. И мне очень понравилось. Вот здесь вот смотрите, какая штука есть. То есть, если даже ребенок не застегнет, да, то в любом случае ничего, никакая вода сюда не попадет. Вот это вообще мне понравилась история, смотрите. То есть, она в любом случае, штаны одеваются, и в любом случае она вот так вот застегнется. Класс, мне понравилось. И внутри они идут, там было написано, что натуральная шерсть. В общем, вот такая тоненькая-тоненькая флисовая подкладочка. У нас сейчас вот, например, 11 градусов на улице. То есть, соответственно, с утра у нас было 8 градусов. И я все переживаю. Я вообще все время переживаю, что мои мужчины мерзнут. Мне все время так кажется, хотя они говорят, что они не мерзнут. И я постоянно их пытаюсь одеть. Типа, вот сегодня мужу заставила теплую куртку одеть. В общем, приедет, наверное, будет ругаться на меня, потому что выглянуло солнышко. Наверное, будет жарко. Вот. Мне все время кажется, что они у меня мерзнут. Поэтому я сама мерзну, поэтому, видать, и мужчин своих пытаюсь как-то потеплее все время одеть. В общем, вот такие вот кроссовочки, как раз джинсики. Сейчас заберу его, съезжу с садика. И все померяем. Надеюсь, что все ему подойдет и все понравится. Еду теперь за младшим сыночком в садик. Меня, кстати, спрашивали по поводу, как у нас обстоят дела с масочным режимом. У нас погода, кстати, так распогодилась прямо, но все равно при этом холодно 11 градусов. В общем, спрашивали, как обстоят дела у нас с масочным режимом. В садик обязательно с маской. Вот она у меня. В кармашке без маски ребенка вам не отдадут. Вот, то есть обязательно с маской, но без перчаток. В торговых центрах вот очень интересно, на самом деле. Нужно, то есть на входе просят одеть маску. В некоторых торговых центрах просят мерить температуру. Перчатки не обязательно. И на кассе обслуживают только в масках. Только в маске. Если нет маски, то кассир имеет право, типа, вам отказать в обслуживании. А по торговому, самому по торговому залу вы можете ходить без маски. Все так и делают. Одевают только при входе, потом снимают, потом одевают около кассы. Смысл этого вообще мне непонятен. Но да ладно. Вот, и в садике у нас по утрам. В школе тоже детям мерят температуру. И вот здесь тоже по утрам тоже мерят температуру. Вечером, когда я иду забирать сыночка, ну, как вечером, я его забираю в 4 часа, уже маски, уже температуру не мерят. Типа уже не надо. Вот. Так что вот так вот. Так что сейчас поеду за, заберу сынульку своего младшего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну что, пришли мы домой, померили. Ботиночки, кстати, очень понравились моему сыночку. Все подошло прям вообще попало идеально. И получается маломерка. Потому что вот те брюки, которые я вам показывала детские, они получаются маломерят. Потому что так обычно сейчас 128 я ему покупаю на Ростовку. В общем, класс. Ботиночки чуть-чуть великоваты, но отлично будет с теплым носочком, если что, одевать. В общем, одела младшего. А то все переживаю. Мне все время кажется, что всем холодно. Сама мерзная, всех одеваю. В общем, вот так. И также в этом видео я хочу ответить на один вопрос. Мне задала подписчица под каким-то из предыдущих видео. На самом деле потеряла этот комментарий. Но я помню его суть. Там спрашивали меня про дружбу. Ну, я так понимаю, женскую дружбу. Про подруг и так далее. Есть ли они у меня. Ну, и как я к этому отношусь, насколько я помню этот комментарий. Близких подруг у меня нет. И практически никогда не было. Если только, наверное, в детстве у меня, может быть, были подруги. Ну, так развела судьба, скажем так. Так, поэтому сейчас мы уже не общаемся. Почему у меня нет близких подруг? Я подозреваю, это я такая. Я вообще достаточно... Я не скажу, что у меня сложный характер. Ну, может быть, в каких-то моментах что-то такое есть. Но в том, что у меня нет близких подруг, виновата я. Это точно. Потому что я, наверное, и не хочу иметь близких подруг. По той простой причине, что я такой человек, который... Как вам сказать? Я телец. Родилась в год быка. Я мега приземленный человек. Более того, я не понимаю намеков. Каких-то, вы знаете, обходов задней стороны. Какой-то темы. Да, вот этих манипуляций каких-то. Я просто, когда слушаю всё это, я понимаю, что много пытаются сманипулировать. Да, от меня хотят что-то добиться. Но мне вот проще сказать прямо. Вот Наташа так и так, да, и так далее. Поэтому такое я не люблю. Я не люблю такие задушевные разговоры на тему, как на Руси жить плохо. О том, какой муж плохой, какие дети плохие, какая квартира плохая, какие условия плохие, работа плохая. И всё, вот эти вот такие вот темы я терпеть не могу. Мне вот, когда при мне заговаривают на такие темы, мне просто хочется встать и убежать. Я терпеть не могу такие темы. И ещё я такой человек, который говорит правду. То есть я сама никуда не лезу, но если меня спрашивают, то я скажу так, как я думаю на эту тему. И не всегда люди хотят слышать то, что есть на самом деле, наверное. Иногда люди спрашивают не для того, чтобы услышать ответы, а для того, чтобы как-то для разговора, наверное, для поддержания разговора. А я как раз тот человек, который спросили, я ответила. Не спросили, я не буду ничего говорить, соответственно. Поэтому, наверное, со мной достаточно сложно тружить. Я так предполагаю. Точнее, я даже так не предполагаю. Я в этом большей части уверена. Поэтому встретить такого человека, как я, который тоже не будет вот это вот какой-то ссоры за СБ выносить, обсуждать какие-то непонятные для меня темы, непонятно для чего обсуждаемые. Ну, это непонятно и для меня, ещё раз повторюсь, да. Не в общем, а именно для меня. Вот. Такого человека, наверное, я не встретила ещё. Наверное, такой же человек, как я, также избегает каких-то близких общений и так далее, да. То есть, ну, вот такая вот я, достаточно сложная в этом плане. Вот. Вообще верю ли я в женскую дружбу? Честно, я не встречала людей, которые искренне подружили. Я считаю, что женской дружбы нет. Существует взаимовыгодное сотрудничество. Я бы вот так назвала. Или взаимовыгодное существование, можно так сказать. Не знаю, вот что-то в этом духе. Даже если одна из сторон считает, что это реально настоящая дружба, обычно вторая так не считает. Более того, я встречала такие случаи, когда вот прям реально всю жизнь дружили. Но об этом думала одна сторона. А вторая сторона, вот я такие случаи встречала, думала, боже мой, как она меня бесит, как она меня достала, и вообще видеть её не могу. Вот таких случаев я встречала очень много. Или когда одна сторона искренне верит в то, что это дружба, а вторая общается ради какой-то определённой выгоды, да. Выгода может быть абсолютно разной, не только материальная. А знаете, ещё вот такие вот есть в женской дружбе такие истории, когда вот у неё плохо, да, и на её фоне мне кажется, что у меня лучше. То есть такие вот психологические какие-то моменты, психологические манипуляции и так далее. Вот этого я тоже всего терпеть не могу. Я это вижу, я вижу враньё, и мне всегда непонятно, зачем люди это делают, зачем вообще общаются между собой, если настолько всё плохо. Вот как-то так. Вот такое я встречала в жизни. Не знаю, возможно, я в каком-то жестоком мире кручусь. Возможно, есть дружба, когда искренне два человека дружат между собой, общаются, поддерживают друг друга, как, я не знаю, две сестрички там лучших и так далее. Возможно, такое есть, но я такого не встречала, вот. Так что как-то так. Надеюсь, я ответила вам на такой вопрос. Конечно, у меня есть просто знакомые, просто девочки, даже с которыми я просто там переписываюсь, привет, как дела там. Ну, какие-то вот такие поверхностные разговоры, какие-то гости там могут приезжать и так далее. У мужа моего тоже там есть какие-то, да, друзья, знакомые там и так далее. Вот мы как бы с семьями как-то так вот общаемся, ну, соответственно, да. Ну, вот такое вот есть, но вот прям, чтобы лучших подруг, нет, это, наверное, не про меня. Я вообще, ну, я такой человек просто, я, ну, в общем, вы поняли, наверное. Я думаю, тельцы меня вообще, вот, кто меня сейчас смотрит, если есть тельцы среди моих зрителей, вы вообще, наверное, поймете, о чем я говорю сейчас, потому что мне кажется, все тельцы, женщины-тельцы, они все немножко одинаковые. Но вот женщину-тельца я в своей жизни не встречала. Встречала только вот мужчину, у меня там были коллеги по работе, кто телец. Вот мы чем-то похожи, кстати, да, даже вот мужчина и женщина-телец чем-то вообще похожи. Но мне кажется, из-за того, что похожи, вообще вместе не можем, потому что понимаем, кто о чем, да. Вот, так что вот такие вот истории. Вот, так что, девочки, надеюсь, я ответила на этот вопрос. Если есть еще какие-то вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу либо в комментариях, либо в видео. Стараюсь выполнять все ваши запросы, девочки, стараюсь снимать видео как можно чаще. Но у меня еще есть такая история, как монтаж. Ну, снимать я могу много чего, а это все еще нужно монтировать, загружать. И не успеваю, не успеваю, но буду стараться. Надо влиться в график, да, сентябрь только начался. Ну, как только начался, уже середина. Вот, но вальюсь в график, постараюсь вас выкладывать видео как можно чаще. Так что, так что, надеюсь, это видео для вас было интересным, возможно, полезным. Не забывайте, кто не подписан, подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok